Всем привет! Сегодня будем готовить быстрые малосольные огурцы по самому простому рецепту. Огурчики получаются вкусными и хрустящими. Съедаются просто моментально. Приходится солить по несколько раз в неделю. Для приготовления нам понадобится 1,6 кг, 1,8 кг свежих огурцов, 2 столовые ложки с горкой соли каменной, чайная ложечка сахара, 8-10 зубчиков чеснока, 1 столовая ложка зерен тмина или укропа, а также листики винограда, смородины, вишни, горький острый красный перчик и 1,5 литра воды питьевой. И, конечно же, пучок укропа. Точное количество всех ингредиентов я укажу в описании под видео. Первым делом готовим рассол. Берем кастрюлю подходящего размера, наливаем в нее воду, добавляем соль, сахар, размешиваем, накрываем крышкой и отправляем на огонь, пусть закипит. В это время нарежем чеснок. Каждый зубчик разрезаем вдоль пополам. Этого будет достаточно, чтобы он больше отдал аромату огурца. Острый перчик я взяла такой кусочек небольшой. Разрезаем его пополам. Семечки я тоже не выбрасываю, а использую для остроты. Дальше займемся огурцами. Как вы заметили, они у меня находятся в воде. Это не случайно. Я их замочила за 3 часа до начала процесса. Помыла хорошо и замочила холодной водой прямо из холодильника. Обычную питьевую воду охладила и залила. Такой нехитрый метод даст нам возможность дополнительно напитать огурчики влагой, что впоследствии скажется на их хрусткости. Они останутся хрустящими и не будут такими пустыми. Иногда бывают пустые огурцы внутри, а эти будут полненькие и хрустящие. Достали огурчики из воды, теперь обрезаем хвостики. Вот так вот понемножку с обеих сторон. Это для того, чтобы огурцы быстрее просолились. Все, хвостики я обрезала. Убираю миску. Рассол тоже уже закипел. Я его сняла с огня. Пусть немножко постоит. Теперь берем чистую трехлитровую банку. Я ее не стерилизовала, просто хорошо помыла и все. Закладываем туда три листика винограда, три листика вишни, три листика смородины, половину пучка укропа, половину нормы чесночка, который мы порезали предварительно, кусочек острого перца, высыпаем в семена курина. Дальше закладываем огурчики. Наполняем баночку практически доверху, чтобы огурцы плотнее улеглись, вот так периодически встряхиваем ее. В процессе наполнения также можно поставить по листочку. Чесночок несколько зубчиков. Перчик туда же. Вот так баночка уже практически полная. Оставляем немножко места для оставшихся листиков. Дальше заливаем наши огурчики рассолом. Аккуратно, понемножку, чтобы баночка у нас не треснула. Рассол постоял после закипания буквально минут пять. Сверху выкладываем оставшийся чеснок, а также листики все. В заключение подливаем еще рассол так, чтобы он был полностью до края баночки. Под самую крышку. Вот как раз полтора литра ушло на эту банку. Закрываем капроновой крышкой и оставляем наши огурчики при комнатной температуре до полного остывания. Накрывать банку сверху ничем не надо. Когда содержимое банки полностью остынет, можно попробовать рукой. Подставляем какую-нибудь мисочку. А затем отправляем наши огурчики в холодильник. Прошел чуть больше суток после того, как я поставила огурцы в холодильник. Сейчас будем их пробовать. Сначала достаем вот эти верхние листики. Они нам не понадобятся. И достаем огурчик. Вот так, как мы видим, огурцы изменили цвет, значит, они уже промалосолились. Теперь попробуем. Огурчики приятно хрустят и имеют малосольный вкус. Сейчас еще разрежу вдоль огурчиков. Вот такие они получаются. Чем дольше будут стоять наши огурцы в холодильнике, тем будут более ярче и острее вкус иметь. Но хрустящими останутся на весь период. Субтитры создавал DimaTorzok